Здравствуйте! Вы смотрите Актуальное интервью в студии Кристины Алексеева. Сегодня в студии подведем итоги проведения капремонта в школах Ставропольского края за 2022 год. С какими сложностями сталкивались в процессе реализации программы, какие требования выдвигаются к ремонту образовательных учреждений, узнайте в нашем выпуске. В студии Людмила Брацехина, директор Центра по обеспечению деятельности в сфере образования. Людмила Степановна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, в первую очередь, назовите школы края, которые как раз-таки реконструировали в 2022 году, ремонтировали также. Ну, необходимо сказать, что они участвовали в 2022 году. Это 11 общеобразовательных организаций в региональном проекте «Модернизация школьных систем образования». И модернизация школьных систем образования, она предполагала и предполагается, что будет проведен капитальный ремонт, будут обновлены учебники, учебные пособия, пройдут обучение педагогические работники, администрации школ. Кроме того, будут проведены антитеррористические мероприятия. Все это, конечно, будет проводиться и проведено при участии родительской общественности, педагогической общественности, ну и, естественно, детей, которые обучаются в общеобразовательных организациях. И таким образом, в 2022 году, к концу года, мы завершили ремонт 11 школ и школ-интернатов. Необходимо сказать, что были определенные сложности, но мы справились. И последний объект, самый сложный объект, это общеобразовательная школа номер 2 в городе Нефтекумске. Мы завершили к 1 ноября 2022 года. И кроме этой школы участвовали также 4 школы-интернаты государственные, общеобразовательные организации. Это школа номер 1, поселок Иноземцево, город Железноводск. Школа-интернат номер 5, село Сенгелеевское, Шпаковского района. Школа-интернат номер 10, село Александровское, Александровского района. И школа-интернат номер 17, город Светлоград, Петровский район. Ну, кроме этих 4 школ, также приняли участие 7 муниципальных общеобразовательных организаций. Это школа номер 9, село Верхняя Кугульта, Грачевского района. Это село Долиновка, Новосельский район, школа в селе Долиновка. Также приняли участие школа номер 16, село Быкогорка, Предгорного района. Школа номер 11, Галюгаевская, станица Галюгаевская, Курского района. Школа в Туркменском районе, это школа номер 9, где мы успешно провели, как я сказала, капитальные ремонты. И в целом обновили материально-техническую базу. Кроме перечисленных видов работ, также была обновлена мебель, закуплено оборудование. Все эти средства, они были выделены как из федерального бюджета, так и из краевого бюджета. И если это муниципальная образовательная организация, то там использовались и муниципальные средства, или средства из муниципальных бюджетов. Конечно, первый опыт, который мы получили в 2022 году, он был как положительный, так и отрицательный. Положительный в том плане, что очень удачные, и те задачи, которые мы ставили, мы их достигли. И школы действительно обновленные, и получились очень современные. И как образец мы показываем и гордимся этой школы номер 16, село Бакогорка, предгорного района. И школа-интернат номер 17, город Светлоград. И школа номер 5, это село Сенгелеевского, Шпаковского района. То есть география по всему Ставропольскому краю. И кроме того, мы, конечно, необходимо отметить, что были выделены губернаторам Ставропольского края, было принято решение о выделении дополнительных средств на благоустройство территории. И в этих 11 общеобразовательных организациях было отремонтировано покрытие. Где-то плитка была уложена, где-то было отремонтировано асфальтное покрытие, бордюры. И в целом эти школы абсолютно современны. И, соответственно, они будут повышать или способствуют повышению качества образования. Это та основная задача, которая стояла при организации участия той или иной школы в региональном проекте. То есть мы сейчас, назовите, как называется этот региональный проект? Региональный проект называется «Модернизация школьных систем образования». Подводя итоги 2022 года, довольны ли? Конечно, абсолютно. Очень положительные отзывы и со стороны родителей, и со стороны педагогических работников. И обучающимся очень приятно, конечно, детям нашим заходить в такие школы и, соответственно, работать с современным оборудованием. Кроме того, были оснащены и пищеблоки, то есть обновлено технологическое оборудование, и спортивное оборудование. То есть в настоящее время созданы комфортные, безопасные условия современные для обучения детей. А если говорить про 2023 год, который уже наступил, какие планы ставите себе, какие у вас цели, задачи, и самое главное, какие школы, сколько, в каких округах тоже будут попадать под реализацию программы? Ну, необходимо отметить, что изначально, когда определяется образовательная организация, то есть школы, которые будут принимать участие в региональном проекте, определяет администрации муниципальных образований. Или, если это государственные организации, то, соответственно, только для государственных определяют или согласуют с Министерством образования. Далее, следующим этапом является подготовка документации. Вот на 2023 год в этом проекте у нас участвует уже 31 общеобразовательная организация. И также география широка, то есть практически во всех муниципальных образованиях Ставропольского края есть школы, которые участвуют в реализации этого регионального проекта. И если мы назовем, то в региональном проекте в 2023 году участвуют как школы с двухгодичным циклом. Это школы, которые начали ремонтироваться в 2022 году. Таких семь школ. Это школа номер 7, Грачевский район. Это школа номер 1 в городе Железноводской поселок Иноземцево. Это три школы в Неваномыске. Школа номер 2, школа номер 6, школа номер 14. И две школы в городе Ставрополь. Это школа номер 3 и номер 38. Вот в этих общеобразовательных организациях ремонтные работы идут с прошлого года. Необходимо отметить, что очень сложно, конечно, с одной стороны комплексно провести ремонт. Потому что, если говорить по видам работы, виды работы абсолютно все. И это касается и фасадов, и кровель, и отмосток. Это капитальный ремонт, который включает, соответственно, если будут заменены все инженерные коммуникации, и системы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, то, естественно, после замены этих инженерных коммуникаций, понятно, надо будет проводить и отделочные работы. Будут заменены двери и планируются сейчас, они продолжаются, эти работы. Замена полового покрытия. То есть это комплексные работы. И если мы посмотрим даже в городе Ставрополь, то мы видим, что третья школа, вот сейчас фасад там завершается, работа завершается, внутренняя отделка в третьей гимназии города Ставрополя, ну и также по всем школам. Кроме вот этих семи общеобразовательных организаций с двухгодичным циклом реализации, есть также школы с одногодичным циклом. Это оставшиеся 24 школы. Необходимо сказать, что из всех школ вот в 20 в настоящее время ремонтные работы уже начаты. Почему еще раз повторяю, с одной стороны, я понимаю, что сложно, сложно педагогическим работникам, сложно родителям, конечно, потому что ребят надо ввести в другую образовательную организацию, потому что образовательный процесс, он не прерывается, и он организован в других общеобразовательных организациях. Или, если это сельский населенный пункт, то там в приспособленных зданиях, на которые получены лицензии. Это дворцы культуры, это где-то детские сады, начальная школа, образовательный процесс для них организован в детских садах. И таким образом мы, с одной стороны, не прерывая образовательный процесс, конечно, это позволяет нам провести комплексный ремонт и также абсолютно провести замену всех инженерных коммуникаций и, соответственно, фасадов отремонтировать. И вопросы здесь же и температурный режим мы решим, и световой режим, потому что если мы возьмем освещение, то, конечно, во многих школах оно не соответствует требованиям и очень часто жалуется на то, что не везде тепло. Поэтому ремонт системы теплоснабжения, он как раз нам помогает решить эти вопросы. Ну и, кроме того, по современным требованиям Роспотребнадзора, это наличие, соответственно, воды в каждой классной комнате, это особенно кабинеты начальных классов. Эти все вопросы, они, конечно, решаются. Необходимо отметить, что при оформлении школ также решаются и именно дизайнерские такие моменты, чтобы это было современно. То есть здесь участвуют и родители в обсуждении, и дети. Ну и, кроме того, привлекаются дизайнеры, которые предлагают несколько своих вариантов и уже дают согласование родители педагогической общественности, как я сказала, и обучающиеся. И в результате очень хороший получается итог. То есть школы – это современное, абсолютно современное, в которых приятно войти и, конечно, детям приятно заниматься. То есть, как Вы говорите, помимо соответствия техническим требованиям того или иного ремонта, мы говорим сегодня о таком, не забываем о том, что важно, чтобы детям хотелось идти в школу, хотелось учиться, значит, внешнему виду ремонта тоже уделяется внимание. Конечно. И, кроме того, здесь важно отметить, что уделяется внимание и зонированию. В настоящее время очень большой акцент же делается именно на воспитательное мероприятие. И именно делаются специальные комнаты, где проводится именно работа воспитательного плана. Это заседания того же, допустим, активистов, которые принимают те или иные решения. Кроме того, это какие-то дополнительные занятия, дополнительные кружки, которые могут быть организованы в той или иной общеобразовательной организации. А сколько средств было выделено в 2022 году и в 2023? Ну, если говорить 2022 год, то это порядка 1 миллиарда 120 миллионов. Из них 995 миллионов – это средства федерального бюджета. Остальные средства – это средства краевого и муниципальных бюджетов. Если говорить 2023 год, то это вот на сегодняшний момент мы говорим более 2 миллиарда, где-то 400 миллионов. Но здесь, конечно, при выполнении работ возникают какие-то сложности. Именно возникают дополнительные работы. И поэтому, естественно, выделяется дополнительное средство, которое позволяет завершить те или иные работы. То есть капитальный ремонт. Потому что при выполнении, при проектировании и при составлении СМЭТ не всегда можно видеть те скрытые работы, которые необходимо провести. Поэтому в ходе выполнения работ, конечно, возникают такие моменты, что необходимо составлять дополнительные СМЭТы на дополнительный объем работ. И, соответственно, это влечет за собой, конечно, дополнительное привлечение дополнительных средств как краевого бюджета, так и муниципальных бюджетов. Ну, понятно, что возникают сложности. И вот это тоже одна из сложностей, о которой вы сейчас сказали. Возникают ли еще какие-то? И как удается их решать? В целом, наверное, то, как удается решать, это и есть показатель также хорошей работы? Вот какая в этом направлении ведется деятельность? Необходимо отметить, что сложность, конечно, поскольку в рамках законодательства у нас, конечно, через конкурентные процедуры выявляются подрядные организации. И не всегда подрядные организации, которые выходят, они добросовестные. И для того, чтобы решить задачи и выполнить график производства работ, которые изначально в контрактах были обозначены, здесь, конечно, привлекаются абсолютно все. Активное участие принимает и администрации муниципальных образований, и министерство образования, и общественные организации, которые работают, в частности, Народный фронт, очень активное участие принимает и ведут контроль. И все это вместе, работа правительства Ставропольского края, и это вместе, потому что заместители, председатели, губернаторы выезжают на объекты, соответственно, ведется контроль, постоянный контроль за ходом производства работы. И все это позволяет в комплексе достичь нам результата, вот как мы по 2022 году сработали очень хорошо. Надеемся, такие же результаты будут и в 2023 году. Мы также надеемся. А в целом, если говорить о региональном проекте, как он успел показать себя? Довольны ли результатами за те годы работы, пока он существует? Необходимо отметить, что региональный проект у нас разработан в 2022 году. На уровне Российской Федерации средства были предусмотрены, именно начиная с 2022 года. Региональный проект рассчитан на 5 лет с 2022, включая 2026 год. И, конечно, все общеобразовательные организации, которые нуждаются в ремонте, администрациями делается все для того, чтобы они, во-первых, попали, есть система мониторинга, которая ведет именно, отслеживает те общеобразовательные организации на уровне Российской Федерации, которые нуждаются в проведении капитального ремонта. После того, как включили в единую статическую систему, так называемую ООО-2, далее администрациями муниципальных образований определяется приоритетность, потому что необходимо разработать проектно-сметную документацию, которая проходит и получает заключение государственной экспертизы. Конечно, на это на все время нужны как средства муниципального бюджета, так и время. И после того, как получили документы, соответственно, эти документы представляются вначале в Министерство образования, а затем они направляются в Министерство просвещения. И вот на сегодняшний момент мы говорим, что у нас направлены заявки уже и на 2024 год, и на 2025 год мы уже понимаем, какие общеобразовательные организации будут принимать участие и будут участвовать в реализации регионального проекта, вот перечисленные 2024 и 2025 годы. И в настоящее время уже готовятся документы, и порядка 115 у нас имеется пакетов документов на 115 общеобразовательных организаций для того, чтобы направить дальше заявку на участие в реализации. Это говорит о том, что действительно результаты очень хорошие, и администрациями делается, ну, все возможно, они прикладывают, и средства, конечно, значительные находят на уровне муниципальных бюджетов для того, чтобы готовить документы. И школы, соответственно, ремонтировались и модернизировались, и, соответственно, приобретали современный вид, который бы помог, конечно, достичь качества, соответствующего качества образования. Вот вы сказали уже, Людмила Степановна, что родители довольны, преподаватели довольны. Как вообще во время реализации, во время ремонта строится вот это взаимодействие между и педагогами, и сотрудниками школ, и родителями? Как принимают участие? Ну, я хочу сказать, что нельзя сказать, что так прям вот безоблачно все проходит. Нет, я понимаю, что наверняка есть и вопросы у родителей, и что-то, может, не нравится. Конечно, и очень много возникает и вопросов, и жалоб поступает. Но процесс был организован и в настоящее время организуется следующим образом. Конечно, проводятся родительские собрания, где с родителями обсуждают необходимость и нужная нужность именно проведения того или иного вида работ и участия именно в региональном проекте. Далее, после того, как провели родительские собрания, соответственно, если есть вопросы, согласовали все эти вопросы. Далее, и мы понимаем, что документы готовы. Та или иная общеобразовательная организация прошла конкурсный отбор. Документы направлены, соответственно, в Министерство просвещения Российской Федерации. И общеобразовательная организация именно включена в перечень организаций для реализации. Далее, следующее планируется на уровне муниципального образования, как будут дальше дети учиться, где они будут учиться. То есть это, как я сказала, или свободные общеобразовательные организации, или вторая смена в тех общеобразовательных организациях, где нет ремонтных работ. Или подвоз это будет. Или если это сельская местность, то соответствующее находится помещение, которое можно пролицензировать для организации образовательного процесса. И далее, соответственно, уже переводится образовательный процесс к месту проведения дальнейшего. Ну а школа, соответственно, уже дальше начинает. Ведь проблема состоит в том, что то оборудование, то оснащение, которое есть, его необходимо найти место хранения. И не просто место хранения, чтобы там был температурный соответствующий режим. Кроме того, каждая общеобразовательная организация должна определить время, сколько необходимо времени на проведение капитального ремонта. Потому что, допустим, у нас пять школ города Ставрополя, они в настоящее время уже приступили к ремонтным работам. Три на стадии включения в ремонтные работы. И две там общеобразовательные организации, которые, ремонтные работы, в которых начнутся в середине мая, практически после завершения образовательного процесса. Ну то есть это все зависит от объема работ, от объема финансирования, соответственно, которое выделено на то, чтобы провести все запланированные работы. И в свете этого, после того, как все эти работы будут завершены, то есть подготовительно имеется в виду, начинается реализация самого капитального ремонта в соответствии с графиком. График производства работ, он является обязательным приложением к контракту, где четко определены помесячно или поэтапно, в зависимости от того, как приняла решение администрация муниципального образования, и проводятся, соответственно, ремонтные работы. Вы уже сказали, что одна из сложностей, которую, грубо говоря, невозможно проконтролировать вам, это недобросовестные подрядчики. Ведь когда проходит этот конкурс, подрядчиков нельзя как-то этот момент урегулировать. Вот когда все-таки случаются такие ситуации, как вы действуете, что происходит в эти моменты? Ну то, что касается капитального ремонта 11 образовательных организаций, нельзя сказать, что все, абсолютно все добросовестные подрядчики, но тем не менее общими усилиями нам с ними все-таки удалось договориться и выйти на выполнение графика производства работ. В настоящее время, в 2023 году, конечно, будет 31 организация. Эти объемы, конечно, намного больше, и подрядчики, соответственно, они разные. Сейчас начало работ. Посмотрим. Вот те 7 образовательных организаций, которые с 2-годичным циклом реализации, там попались добросовестные подрядчики. У нас проблем абсолютно не по одному объекту нет. Все идет в соответствии с графиком. Средства, которые были запланированы на реализацию в 2022 году, они были освоены. То есть это же не просто выплатили им деньги эти, а работы выполняются только после выполнения работ. Составляются соответствующие формы КС-2, КС-3, которые проверяются строительным контролем, они подписываются. Далее, соответственно, там есть администрация, есть рабочая группа, в которую входят родители, педагоги, обучающиеся, которые, соответственно, проходят. Они еще раз, особенно родители, есть среди родителей и со строительным образованием, которые понимают. И, соответственно, после того, когда согласились, что объемы, которые указаны в формах КС-2, они соответствуют выполненным работам, и тогда производилась оплата. И таким образом, по итогам 2022 года, средства, которые были запланированы, они освоены. У нас остались средства экономии. То есть по итогам торгов в 2022 году, соответственно, было падение. И вот эти 45 миллионов, которые у нас остались, это средства экономии. И мы их возвращаем в бюджет, соответственно, в федеральный бюджет или краевой бюджет. В зависимости от того, пропорционально делятся. То есть вы возвращаете, не оставляете на следующий год, но для других, допустим, учреждений образовательных? Все равно ведь. У нас по правилам, которые нам, соответственно, указала федерация, средства экономии в 2022 года, они должны вернуться в федеральный бюджет. Поэтому средства, конечно, направлены, возвращены в федеральный бюджет. Ну и финальный вопрос, я также думаю, по финансированию. Вот вы сказали, правильно ли я вас поняла, Людмила Степановна, что когда в каком-то муниципальном образовании, в школе, допустим, сельской, проводится капремонт, то привлекаются средства муниципалитета. Он может принять участие, то также выделить средства? Да. Во-первых, в соответствии с правилами, которые имеются и разработаны, как на уровне Российской Федерации, так и в рамках нашего региона. То есть есть государственная программа Ставропольского края развития образования, и имеются правила, и в соответствии с этими правилами обозначены, имеются формулы, то есть соотношение, сколько должно быть федерального бюджета, там до 95%, сколько краевого бюджета и, соответственно, муниципального бюджета. И в рамках вот этого соотношения я хочу сказать, что муниципальный бюджет, вот если брать основное соотношение, оно незначительно 1% всего. Это средства муниципального бюджета. Но когда начинаются работы и в ходе выполнения работ появляются дополнительные работы, соответственно, из муниципального бюджета берутся средства для того, чтобы подготовить дополнительные сметы, сделать экспертизу. И, соответственно, направляется заявка в региональный бюджет, и при внесении изменений рассматривается возможность выделения средств на эти дополнительные работы. Если есть возможность такая, то комиссионные эти средства выделяются. И там уже соотношение 95 на 5. То есть 95% это средства краевого бюджета и 5% средства муниципального бюджета. И мероприятие это называется на завершение работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций. Большое спасибо, Людмила Степановна, за визит в нашу студию. Очень у вас хорошие планы на этот год. Желаем, чтобы все то задуманное вы реализовали. И вновь пришли к нам снова с хорошими результатами. Успехов вам. До встречи в студии. Спасибо. Сегодня в студии актуального интервью поговорили об итогах проведения капремонта в школах Ставропольского края за 2022 год. У нас в студии была Людмила Брацыхина, директор Центра по обеспечению деятельности в сфере образования. С вами была я, Кристина Алексеева. Ну а вы не переключайтесь, оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин